Иврит не похож на другие языки. У каждой буквы святого языка есть свое числовое значение. Например, слово «Абба» состоит из трех букв. «Алев», «Бет» и «Алев». «Алев» в гематрии 1, а «Бет» — вторая буква алфавита — это 2. Гематрия слова «Абба» — 4. А что такое «малая гематрия»? Слово «Има» состоит из букв «Алев», «Нем» и «Алев». Итого 1 плюс 40 плюс 1 равно 42. Малая гематрия, когда вы плюсуете все цифры слова, то есть 4 плюс 2 равно 6. Итого малая гематрия слова «Има» — это 6. Сегодня мы приведем 7 примеров гематрии, связанных с трапезой седьмого дня субботы. Прежде всего, в субботней трапезе делают кедушное вино. На святом языке вино — это яйн, состоит из букв «Ют», «Ют», «Нум». Его малая гематрия — 7. После этого благословляют нахалы. Малая гематрия слова «Хала» — тоже 7. Конечно, никакая трапеза не обойдется без рыбы. Гематрия слова «Рыба» и «Дак» — это 7. Мясо «Басар» — тоже 7. Наши мудрецы постановили, чтобы трапеза освящалась. Поэтому еврейская женщина перед наступлением субботы сжигает свечи. На иврите «Нер». Малая гематрия этого слова — 7. И сделано это для того, чтобы в еврейской семье был мир. На иврите «Шалом». Гематрия слова «Шалом», как вы уже догадались, — 7. И напоследок, в каждой трапезе есть слова «Торы» — «Двар Тора». Малая гематрия этих слов на иврите — 7. Благодаря мудрости гематрии можно увидеть, что слова на святом языке — это не просто условно принятые обозначения. Они в определенной мере передают суть каждого явления и предмета. Субтитры создавал DimaTorzok